МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробности в эфире. Подведём итоги дня. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Исчез в неизвестном направлении. Директора Укрспирта, скрывавшегося от следствия в больнице, выкрали из палаты. Кровавая наркодрама. История с убийством милиционеров в столице закончилась ещё одной смертью. А казачок-то засланный. До того, как стать комбатом, Семёнченко ходил на сепаратистские митинги. Кульбит Лукашенко. Склеит ли российская агрессия отношения Белоруссии и Запада? Настоящий детектив. Странное оперативное мероприятие. Трое милиционеров погибли, а подозреваемый скончался. Почему всё так в этой пока ещё не распутанной истории разбиралась Анна Каменева? Вчера в центре Киева в Печерском районе произошло стройное убийство. Тела двух милиционеров обнаружили в квартире на девятом этаже этого дома. Тело ещё одного человека нашли здесь, под подъездом. Ещё до сих пор тут видны следы преступления. Стреляли около 7 часов вечера. Было 4 выстрела. Но очень странные выстрелы, как стреляют педарты. Короткие, но звонкие. 4 выстрела. Я ещё подумала, перед Новым годом, наверное, появились опять педарты. Я вышла на балкон. И в этот момент я ничего не увидела. Наталья вышла на улицу, где и увидела тело парня. Он был в машине, он сидел в машине. Его прострелили в машине, потому что стёкла были разбиты. Но потом он вывалился, или как он вывалился, я не видела. Он уже лежал на асфальте. Головой вниз. Пробили голову. Он ещё был жив. Даже я спросила, нас убирают где Наташа. Я её спросила, она говорит, я его видела живого. Он ещё дёргался ногой. Другие соседи вообще ничего не слышали. Узнали, когда у дома появилось около сотни милиционеров. Не могу поверить, что такое могло у нас случиться. Вы знали этого? Нет, Виталика я не знала. Виталик, которого она не знала, это Виталий Семиренко. Жилец квартиры, где и нашли убитых. Его сразу же объявили в розыск. Об этом сначала написал на своей странице в фейсбуке советник главы МВД Антон Геращенко. Выложил два фото подозреваемого и его описание. Там же в фейсбуке объясняют, правоохранители проводили какие-то оперативные мероприятия. Что они обсуждали с убийцей, неизвестно. Неизвестно и то, приходили ли они с ордером на арест. Все детали мы хотели узнать лично у Геращенко. Но говорить об этом он отказался. Кое-что рассказали в столичной прокуратуре. Двое оперативников ввели расследование, связанное с наркотиками. Что там делал бывший милиционер, неясно. Семиренко раньше был осужден за преступления, связанные с наркотиками и оружием. Освободился только в прошлом году. А вот в мире шоу-биза его знают как байкера. Семиренко можно было видеть в клипах и фотосессиях украинских звезд. Подозреваемого быстро нашли. Говорят, что при задержании он отстреливался и даже использовал гранату против милиционеров. Правоохранители открыли ответный огонь. Тяжело раненого подозреваемого под конвоем спецназа госпитализировали. Но он не выжил, сообщили в прокуратуре. Такой вот конец. Объявлять подозрения, похоже, некому. По моей информации, уже не дышит. Вот только до сих пор осталось множество вопросов и к подозреваемому, и к МВД. Так и непонятно, что именно вчера делали милиционеры в квартире Семиренко. Если были на задержании, то почему взяли с собой гражданского, бывшего милиционера? И почему операцию проводили без подкрепления? Вопросов много, но ответы найдутся. Анна Каменева, Александр Данилов. Подробности телеканал Интер. Милиция должна вернуть доверие людей. Об этом сказал президент Порошенко. И поздравил правоохранителей с профессиональным праздником. Отныне его будут отмечать 20 декабря. Петр Порошенко и награды вручил, и ключи от квартир. И тут же предупредил. Будет масштабная реформа правоохранительных органов. Будет чистка. Я поддерживаю необходимость переименования радянской милиции на полицию. Думаю, что это тот рубикон, который нам нужно уже перейти. Так же, как его перешла уже страна. Перешла его под час революции гидности. Продемонстрировавши, что повернение в минуле больше не будет. И еще одна странная история. Правда, уже без трупов. Вооруженные люди в камуфляже и балаклавах выкрали из больницы бывшего гендиректора предприятия «Укрспирт» Михаила Лабутина. И увезли в неизвестном направлении. Об этом на своей страничке в фейсбуке написал первый зампредседателя государственной фискальной службы Владимир Хоменко. По факту похищения человека открыто уголовное производство. Это снова-таки цитата со ссылкой на Хоменко. Михаил Лабутин лежал в стационаре Киевского центра кардиологии, кардиохирургии. Следователи фискальной службы подозревают его в растрате государственных средств и уклонении от уплаты налогов. А 17 декабря он был уволен с должности гендиректора предприятия «Укрспирт». Важный, очень важный для всех добровольцев судебный процесс завершился сегодня в Днепропетровске. О чем, собственно, речь? В чем, собственно, проблема? Расскажет Наталья Грищенко. Впервые у стен этого райсуда многочисленный пикет. Люди пришли поддержать жену погибшего Александра Петрушева. Ему было 46. Прошел Афган, а весной решил ехать на Донбасс. В военкомате забраковала медкомиссия. Проблемы с сердцем записался добровольцем в правый сектор. Кинулся везде, везде, где были вот эти пункты призыва, везде. Говорит, ой, там не перезвонили, там не перезвонили. Кто первый перезвонил, оттуда пошел. В АТО был с апреля. Погиб 12 августа под Маринкой. Автобус с бойцами обстреляли боевики. Они ехали обменивать пленных. Пленных обменяли и уже возвращались назад. То есть им фактически стреляли в спину. Но Александра не признали участникам боевых действий, как и других добровольцев, которые официально не числятся военнослужащими. Его жена решила оспорить это в суде не из-за льгот, из принципа. Подтверждением участия мужа в АТО стало вот это видео российского пропагандистского канала. Боевики хвастаются, как расстреляли тот самый автобус среди погибших Александр. Это предположительно каратели какого подразделения? Правый сектор. Нашли это самое удостоверение правого сектора. Суд длился месяц. И, наконец, сегодня вердикт. Встановить факт участия Петрушова Александра Валентиновича в боевых действиях под час антитеррористической операции. Судья отказала только в одном – признать правомерность ношения оружия добровольцам в зоне боевых действий. Этот факт был третий пункт по оружию. Он был важнее для остальных добровольцев. Бойцы, которые пришли поддержать вдову Александра, говорят, сегодняшнее решение суда дает шанс добровольцам в дальнейшем получить официальный статус и, как средствие, полученные льготы от правительства. Этот процесс создал непосредственно прецедент. Можно будет основываться и принимать идентичные решения. Теперь вдова бойца может требовать от специальной комиссии дать мужу официальный статус посмертно, но не уверена, что будет это делать. Говорит, гораздо важнее для нее этим судебным процессом поддержать семьи других добровольцев, чем абсолютно не озабочено правительство. Наталья Грищенко, Евгений Куденцов, телеканал «Интер», Днепропетровск. Как прошел день в зоне АТО? Узнаем у наших корреспондентов. Сейчас на связи Руслан Смещук. Руслан, какие у тебя последние новости? Алексей, начать хочу с трагической новостью. Сегодня в результате нападения разведдиверсионной группы боевиков ЛНР в районе города Счастье были убиты два бойца батальона «Айдар» и еще три солдата. Получили тяжелое ранение. Вчера в 20.37 при смене разведочных постов в районе Старого Айдара группа «Динамита» была накрыта огнем и стрелкового, и подствольного оружия, и спасонников. Он был ранен в бою, в больницу, и вот только поднялся на ноги, сразу приехал обратно. Если же говорить о ситуации, вот в целом перемирие носит односторонний характер. Действительно, боевики в последние несколько дней практически не используют системы залпового огня и крупнокалиберную артиллерию, зато они активно используют мобильные спецгруппы для вот таких внезапных нападений. Тем более сейчас тут сошел снег, потеплело. Это, конечно, помогает диверсантам. Также хочу немного рассказать о гуманитарной ситуации. Но вот если в удаленных от мест боевых действий городах и селах зоны АТО все более-менее нормально, то при фронтовых населенных пунктах все гораздо хуже. То есть населенный пункт находится под контролем украинской власти, но часто это касается только военного аспекта. Там не работают коммуникации, люди выживают в холодных домах и квартирах без денег, воды, электричества. Часто и еды даже не хватает. Вот в таких случаях местным жителям помогает армия. Это та армия, которую еще несколько месяцев назад они боялись. Вот что нам рассказала 80-летняя пенсионерка, которая живет в одном из таких прифронтовых поселков. Крупы дали, чиничные, гречки дали, килограмма два-четыре. Да, я не вижу это. И рожак дали. С хлебом как здесь? С хлебом очень тяжело. Очень. Я купила в субботу. И вот это я держу. Но они мне дали буханку. И вот эту ситуацию, конечно же, нужно менять. Понятно, что солдаты будут и уже делятся последним. Но их ресурсы не безграничны. Часто они отдают то, что им привезли волонтеры. Так что тут должны действовать гражданские администрации, представители которых зачастую просто бежали, бросив все на самотек. Алексей? Спасибо. Это был мой коллега Руслан Смещук. Он продолжает свою работу в зоне АТО. Семен Семенченко был в захваченной Донецкой обладминистрации в марте этого года. В интернете появились кадры, на которых ныне народный депутат, а в миру Константин Гришин, значит, спокойно разгуливать среди сепаратистов. В это же время в зале находился и самопровозглашенный губернатор Губарев. Есть еще одно видео. Здесь Семенченко уже на пророссийском митинге. Сам он в оправдание заявил. Мол, занимался разведкой действий будущих боевиков. А вот бывший зам Днепропетровского губернатора, а ныне народный депутат Филатов, в своем фейсбуке написал, что ему наплевать на прошлое и будущее Штирлица Семенченко. Есть только, мол, настоящее. Но это мы перевели слова депутата с ненормативной лексики. Хотя тем самым он косвенно подтверждает, что такое прошлое могло быть, как было оно и у него. То, что наговорил Семенченко, буквально вчера заметили, нет, не боевики, а простые люди, которые там, в оккупированных городах, выживают. Как они прожили этот день? Послушайте. Самый крупный магазин города Донецка, Ашан, стоит полупустой. Может быть, просто уже задержки продуктов в Донецке. Если так произойдет, как грозил вчера Семенченко в эфире телеканала Интер, ну это действительно будет голодомор. И, конечно же, в магазины поступают украинские продукты. Если все это заблокируют, то город и область просто будут умирать. И потом нас еще всех здесь шокировало, кто смотрит Интер. Фраза Семенченко вчера. Оторвите свое тело от кровати и переоформите пенсию. Те, кто мог оторвать тело от кровати, они давно переоформили. Самые нуждающиеся, самые больные, они не могут оторвать тело. Просто они могут физически. Новогоднего настроения не чувствуется нигде. И поэтому и очередей предновогодних, какие были в прошлые годы, тоже нет. На улицах можно увидеть очереди только там, где выдают гуманитарную помощь. В основном, конечно же, там пенсионеры и молодые мамочки с маленькими детьми. Люди живут за счет того, что, допустим, родственники присылают. Есть люди, которые, допустим, по состоянию здоровья чисто физически не смогли выехать. Самая проблемная остается комендантский час, перебои с электричеством регулярные. И полное отсутствие как таковой работы. И что происходит в районе Донецкого аэропорта? Узнаем у Вениамина Трубачева. Веня, здравствуй. Какая там сейчас обстановка? Да, Алексей, за последние сутки в районе Донецкого аэропорта боевики трижды обстреляли позиции украинских сил. Даже сегодня, когда днем я там работал, были слышны выстрелы из автоматов и пулеметов. В темное же время суток террористы используют и минометы. И, несмотря на такие внезапные налеты, бойцы вывесили над новым терминалом украинский флаг. Периодично лунают пострелы, периодично там, периодично лунают выбухи. Ну, не так, как раньше было. Но, на разе, таки, здаётся, они пробуют раптовые атаки на аэропорт. Также боевики обстреливают опорный пункт аэропорта. Это посёлок Пески. Вооружённые сепаратисты и российские наёмники используют вот такую хитрую тактику. Диверсионные группы противника подбираются к украинским позициям, атакуют и быстро отходят. А в это же время с другой стороны стреляет по армейцам снайпер. В свою очередь военные открывают огонь в ответ только при условии, что есть реальные угрозы их жизни. Сегодня в ночи были пострелы за их боку, в том числе. Имоверно, вооруженная бронетехника стреляла. И мы ждём, сейчас мы ждём восстановления связи с Донецком. Я прошу режиссёров нам подсказать, есть ли такая техническая возможность. Нет, но если что, я думаю, что у Вениамина есть ещё информация, которую он готов с нами поделиться. Вернёмся к этому включению немного позже, пока продолжим выпуск. СБУ может запретить свободное перемещение граждан из зоны АТО. Всё это после попытки жительницы Луганска Анастасии Коваленко совершить теракт в центре столицы. Но советник главы СБУ Маркин Киевский уточняет, в каком случае это может произойти. Мы думаем над этим, потому что это экстренный случай. Таких случаев мы не фиксировали до этого времени. Но уже сегодня, уже вчера, тривали нарады в СБУ. А вот на вопросы по поводу контрабандного угля с оккупированных территорий, задержанного в Волновахе, в СБУ отвечать пока не готовы. Луганский пообещал разобраться и рассказать на следующей неделе. Я пока не готовы говорить про это. Наступного тижня мы выйдем из пресс-конференции на эту тему. О контрабандном угле стоимостью почти 4 миллиона гривен дважды рассказывал в сюжетах наш корреспондент Ярослав Кречко. Никто из силовиков толком не знал, о чем идет речь, или делал вид, что не знает. Только сегодня мы получили ответ и от фискальной службы. Уголь сейчас арестован и может быть использован государством в качестве возмещения ущерба. Везли его из Снежного, вот куда неизвестно. Фискальной службе сообщают, контрабандой занималась группа неустановленных лиц. Сколько они уже успели переправить с оккупированных территорий, тоже пока не ясно. Дело расследуют по статьям завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов. Но вот пока контрабанда с оккупированных территорий процветает, легальные грузоперевозки в Украине заблокированы, а промышленность в критическом состоянии. Нардепы требуют от правительства восстановить нормальное функционирование логистики и нормальное функционирование предприятий. Безграмотные действия правительства, которое банально не обеспечило Укрзалезнысю дизельным топливом, практически заблокировали железнодорожные перевозки. И это уже длится несколько недель. Стоят сотни и тысячи груженных вагонов по Одесской железной дороге. Вот сегодня уже остановились локомотивы на Приднепровской и на Донецкой железной дороге. Экономим. В Украине отключат освещение центральных улиц, рекламных счетов и госучреждений. Этого потребовал премьер Яценюк. Ранее он поручил профильным министерствам и ведомствам проводить веерное отключение света по всей Украине до конца зимы. Тем временем Международное рейтинговое агентство «Стандарт НПОС» понизило рейтинг Украины до преддефолтного. Речь идет о долгосрочном рейтинге Украины по обязательствам в иностранной валюте. В октябре он был со стабильным прогнозом. Теперь, к сожалению, его изменили на негативный. Правительство Украины оказалось под угрозой невыполнения своих обязательств. Причина – МВФ отложил оказание финансовой помощи нашей стране на следующий год. Ну и о тех, кто помогает и кто им мешает. Как поляки довезли гуманитарку в Харьков? Кто не смог довезти и почему? И что же в коробках с гуманитаркой – все видела Лидия Калинина. Фуры в колонне все сплошь красные, потому что гуманитарку везут пожарные. Помощь собирали три благотворительные организации. На окраине Харькова – остановка. Машины направляют в разные пункты назначения. 7, 8, вы едете к Красному Кресту. 33 фуры с гуманитаркой разъехались по всему городу на несколько складов в лагерь «Ромашка» и вот сюда, в центр помощи переселенцам, которые организовали волонтеры. Здесь уже очередь из желающих получить свою коробку. «Сначала записываемся, потом будем по очереди, каждый по своей очереди будет заходить внутрь. Кому повезет, тот зайдет». «Новый год идет. Нужны какие-то хотя бы продукты? Что дадут?» «В первую очередь, конечно, продукты. Крупа, вермишель, мука, масло постное». «Все это в польских продуктовых наборах. Собирали именно то, что не испортится и не замерзнет с дороги». «Каша, есть сахар, есть мука, килограмм макарона, олей. И наиважнее за Новый год – четыре чоколады». Всего продуктов на полмиллиона долларов. Настолько же разных товаров и стройматериалов. «Это ремонт бывшего пионерского лагеря, где сейчас будет место для 400 российских лиц». «Финансами тоже помогли. Раздали семьям карточки. На каждый по 2000 гривен. Еще лекарства, средства гигиены, спальники, кровати и теплые вещи». «Литр 0001. Это вот первый ящик». «Это продуктовый». Коробки волонтеры передают запечатанными. Это требования поляков. «Вы спонсор? Хочешь, чтобы это никуда не уходило. Знаете, слава нашей стране и коррумпированности ее всегда впереди нас». «Бывает». «Волонтеры спешат раздать все к праздникам. Чиновники диву даются, насколько быстро удалось принять груз. Но так не со всей гуманитаркой. Сейчас на таможне три дня стоят продукты из Ирландии». «В общей сложности это 70 тонн. Почти 70 тонн продукции, которую мы привезли». «Увидеть, что в Грузии, пока можно только на фото». «Мы обратились в Ирландский Красный Крест где-то в конце августа. Посмотрим, как долго этот груз будет расстанавливаться». «Хотелось бы больше содействия в целом нашим сотрудникам и волонтерам. Гуманитарная помощь – это сложный груз, поскольку есть много требований по сертификации и так далее. Волонтеры, представители Красного Креста и ирландской стороны уже обсуждают, как распределят гуманитарку. Надеются успеть до Нового года». Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности – телеканал «Интер» Харьков. «Встреча в Минске, скорее всего, будет в воскресенье. Основание для этого есть», – сказал в Киеве министр иностранных дел Германии Франк Вальтерштанмайя. «По его словам, сегодня участники трехсторонней группы поговорили по скайпу. Он надеется, что послезавтра разговор пройдет вживую и договоренности будут». «Важно достичь конкретных договоренностей в вопросе буферной зоны, обустройство этой линии разграничения, обмена пленными. И особенно важно, учитывая зиму, оказание гуманитарной помощи». «Подговорить и договариваться» призывает еще один европейский министр Петер Сиярта. Министр иностранных дел Венгрии сегодня тоже в Киеве и тоже говорит о минском формате. «Есть необходимость в том, чтобы все члены этого конфликта придерживались минского соглашения». Почему российские журналисты переживают за существование одного из последних непровластных СМИ и появится ли в России новое выражение «десяточку» получил? Данил Русаков ответит, он в Москве. «Десять лет колонии общего режима именно столько запросил гособвинитель на процессе по делу Ифраше. Все это произошло сегодня в замоскворецком суде Москвы. На скамье подсудимых братья Навальные. Российского политика пытаются отправить за решетку уже второй раз. Год назад Алексей Навальный уже получил статус судимый. Случилось это в Кирове. В колонию его тогда собирались отправить по экономической статье за растраты на предприятии лесной промышленности. Признали виновным, заключили под стражу, а потом неожиданно отпустили. Юристы сказали, что это первый подобный прецедент в России. Прежде прокуратура никогда не обжаловала свои же собственные ходатайства. Этапирование обычно дожидались СИЗО. Произошедшим нашли политическую подоплеку. Навальный тогда баллотировался на пост мэра российской столицы. Считается, что власти на тот момент потребовался сильный спарринг-партнер для формальной легитимизации выборов. Их, как и ожидалось, выиграл Собянин. Дело о причинении ущерба компании в Роше появилось сразу после голосования. Через несколько месяцев обвиняемого отправили под домашний арест. О том, что на этот раз Навальный точно будет посажен в российской оппозиции, говорят открыто. Мол, приговор наверняка будет обвинительным. И это несмотря на то, что представители французской компании, потерпевшими себя, не считают. Парадокс, зафиксированный даже в протоколах судебного заседания, заключается в том, что об ущербах им рассказали непосредственно в Следственном комитете. Однако прокуратура все равно просит десяточку. И 15 января станет ясно, насколько именно Навальному дадут. Уменьшит судья немножко. Это не уменьшит она эти сроки. Потому что этот процесс непростой, это процесс политический. Другая история, которая вовсю обсуждается тут, это решение «Газпром-медиа». Руководителя холдинга, в состав которого входят НТВ и «Эхо Москвы», уволили. Судя по утечкам информации, Михаила Лесина на этом посту заменит Александр Орженикидзе. Это именно при нем редукционная политика последнего независимого федерального телеканала РНТВ сильно изменилась. Повлияет ли новое назначение на самый беспокойный актив, а именно на «Эхо». Хотя некий гарант у сотрудников радиостанции все-таки есть. На реформу может банально не хватить денег. Ведь у головной компании «Газпром» наступают не самые лучшие времена. И речь не только о дешевеющих ресурсах. Сделка об обмене активами с немецкой баз сорвалась. В Берлине заверяют не по политическим причинам. К слову, также объясняют и отказы в визах половине российских граждан, желающих выдвинуться на Запад. В общем, тут в Москве обсуждают не оптимистичные вещи. Оптимистичные в них тонут. Данил Русаков, Олег Неведомский. Московское бюро. Телеканал Интер. И еще о не слишком оптимистичном для Кремля сценарии. Вашингтон сразу после того, как подружился с Гаваной, нацелился с той же дружбой на Минск. Коротко о кубинском и белорусском сценарии. Отожмем друзей. Дмитрий Еловский. О курсе на сближение Кастро-младший и Обам объявили почти синхронно. Америка заявила, что снимает с Кубы долгосрочные экономические санкции. Более того, даже обещает открыть депмиссию. Председатель Кубинского госсовета обратился к нации по телевидению. Сказал, что отношения со штатами будут носить равноценный ей партнерский характер. Но учитывая колоссальную разницу в развитии двух держав, о паритете в отношениях, конечно, вряд ли может идти речь. Наверняка топовые американские чиновники на этой неделе вздохнули с облегчением. Сказали что-то вроде «Куба наша». Вывести маленький, но очень важный остров свободы, который находится всего-то в стамелях от Флорида, из-под российского влияния было очень непросто, учитывая щедрые шаги Москвы по обновлению кубинских кредитов. Россия, напомню, списала Кубе аж 90% долгов, накопленных еще со времен Советского Союза. За это немного не мало 32 миллиарда долларов. Казалось бы, теперь Куба уж точно либра. Ну, по крайней мере, от американцев. На остров даже собирались отправить сотрудников сеченской Роснефти за счет кампании, так сказать, на зимние каникулы. Ну, чтобы отдыхали, так сказать, в дружественной стране, а не в кап-государствах. Теперь этот вояж стоимостью, кстати, 2,5 миллиона долларов готов принести, кроме загара, еще и огромные имиджевые потери. Ведь пляжиться нефтяникам теперь придется фактически на территории союзника Америки. Ну, в общем, дипломаты России Кубу как-то проспали. Наверное, были слишком заняты Украиной. И похоже, что вот-вот готов хлопнуть дверью еще один очень важный и стратегический партнер Москвы. Это Минск. Лукашенко, которого американская пресса частенько называет последний диктатор Европы, намерен отказаться от расчетов с Москвой в рублях и перейти на УЕ. Да и банки Беларуси тоже не готовы иметь дело с деревянным, который становится очень хрупкой и шаткой валютой. Так что ожидаем примирительных шагов Вашингтона в сторону Минска. Накануне Виктория Нуланд, помощник американского госсекретаря, хоть и пожурила Беларусь за несовлюдение прав человека, но все же добавила, Америка открыта для более теплых отношений. Вот как бы в пику у России налаживаются отношения с Северной Кореей. Ким Чен Нин накануне получил приглашение от Кремля в Москву на День Победы в следующем году. Поедет или нет, пока не сказал, но отец ездил и дед, конечно, тоже ездил. Так что с мировыми изгоями у Москвы как-то получается дружить весьма неплохо. У Кимьяна есть очень важный козырь. Это ядерное оружие и шантаж мирового сообщества. И Москва что-то в последнее время все чаще напоминает себе как о ядерной державе. Дмитрий Ивовский, Юрий Романик, подробности Американского бюро телеканала Интер. И снова о Северной Корее. Американская пресса разузнала, что агент ЦРУ и экс-помощник Хилари Клинтон все-таки видели сценарий фильма «Интервью». Коззеп этот факт признает, но заверяет, никакого влияния, тем более вмешательства в работу киносценаристов не было. Я напомню, что фильм о покушении на северокорейского лидера Ким Чен Ына сняли с показа из-за угрозы терактов. Своя шпионская история в Ливане, в Бейруте, как будто разоблачен израильский шпион. Что это, газетная утка или провал легендарного Моссада? Подробнее Сергей Ауслендер. Стоит ли верить новостям Хизбаллы о раскрытии израильского шпиона? Вопрос сложный. Терроисты едва ли не каждую неделю сообщают о разоблачении очередного агента, трудившегося на еврейское государство, которого тут же расстреляли без суда и следствия. Во всяком случае, Аль-Джазира утверждает, что звали его Мохаммед Шурба и что в партии Бога, так переводится с арабского Хизбалла, он отвечал за зарубежные операции. Соответствующее подразделение он возглавил после ликвидации Имада Мугния, одного из самых одиозных лидеров террористов, взорванного в Дамаске в 2008 году. По одним данным, Моссад завербовал его в одной из азиатских стран, по другим данным он сам вышел на контакт с израильской разведкой и предложил свои услуги. Если Моссаду действительно удалось завербовать функционера такого уровня, то это невероятный успех. Насколько мне известно, Шурба отвечал, среди прочего, и за безопасность Хасана Насралы, генсека Хизбаллы, а значит имел доступ к самой секретной информации. Известно, что Шурба числился в Ливане бизнесменом, что позволяло ему вполне легально и по много раз в году выезжать за границу в самые разные страны. Говорят, что именно его информация позволила предотвратить целый ряд терактов против израильтян, например, в Перу в октябре этого года. По другим данным, именно с его помощью был ликвидирован Хасан Аль-Лакис, один из лидеров Хизбаллы, которого в прошлом году застрелили в Бейруте прямо на пороге его собственного дома. В любом случае, если верно, что Шурба работал на Моссад, то теперь израильской внешней разведке придется искать новый источник в верхушке Хизбаллы. Это будет весьма непросто. Известно, что у этой организации отлично налажена работа контрразведки. Помощь в этом им в свое время оказывали сирийцы, которых в свою очередь обучали специалисты из ГДРовской штази. Сергей Узлендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Это еще не все подробности этого дня. Смотрите нас далее. Впереди много важного и интересного. ВИП-долгострой. Почему реставрация Мариинского дворца длится дольше, чем его возведение? В бикини-нини. Мисс Мира пройдет без дефиле в купальниках. Муниципальный транспорт в столице. Трамваи на маршрутах. Киевские власти выручили. Но насколько этого хватит? И будут ли ходить трамваи на следующей неделе, если на них правительственные чиновники не ездят? Подробнее Геннадия Вивденко. Избежать забастовки теперь уже в автобусных парках, а напомню, вчера обаставали трамвайное депо, удалось лишь в последний момент. Это 360 автобусов на столичных линиях. Работники жалуются, выживать приходится как придется. Это просто связано с деньгами. Людям тоже надо за что-то жить. Тот же послан большой. И тоже их сами кормите. Троллейбусы, трамваи, троллейбусы, тоже сами денег нет. Семья, жена работает. Она получает зарплату. Ну, какое-то время на ее денежки жили. Транспортники говорят, проблемами в их среде кто-то пытался воспользоваться. Подходили к предприятиям на конечной остановке. Призывали работников к более активным действиям. Одного из них задержали силовики сегодня рано утром. Он теперь в СБУ. Причина волнений – долги правительства перед Киевпостранцем. Так считают в мэрии и называют сумму 130 миллионов гривен. Это компенсации за бесплатный проезд льготников, которые должны быть погашены камином. Однако этих денег никто давно не видел. Сейчас ситуация такова. Исполнительная власть требует выполнить норму о льготниках. Сама же обязательство компенсировать забывает. Всеобщей забастовки транспорта столица избежала в последний момент за счет столичного бюджета. До 29 числа, так как мы пообещали коллективу, мы заплатим за желтый и за листопад месяц будет погашена полностью зарплатная плата. Если, допустим, не будет вот эта тема продолжаться за должности, что не будет погашаться, тогда, конечно, это основание для того, чтобы люди могут действительно требовать свою заработную плату. Сейчас долги перед транспортниками погашаются за счет только столичного бюджета. Каждый день частями начисляется зарплата за октябрь. За счет столицы также и ноябрь. Где взять деньги, например, на декабрь-январь, ведь иначе не выровнять бюджет Киевпостранца. И пока нет никаких гарантий, что правительство как-то финансово поможет ситуации. Геннадий Вивденко, Василий Миновщиков. Подробности. Телеканал Интер. ВИП-долгострой. Мариинский дворец реконструирует уже дольше, чем его строили. Когда закончат реконструкцию и сколько это будет стоить, узнавала Ирина Романова. За почти врушим в асфальт зеленым забором в правом флигле Мариинского дворца, где раньше был кинотеатр, кипит работа. Стены оштукатурены, под окнами новенькие батареи, на потолке свежая лепка, на полу плитка. Здесь будет наградной зал и пресс-центр, говорят в госуправдилами. В народе Дуся. Именно на его балансе находится церемониальная резиденция президента. Отреставрированное правое крыло хотят открыть с концу 2015-го, если не будет перебоев с деньгами, как при Януковиче. Впрочем, у беглого президента были дела поважнее, чем полуразрушенный дворец. Например, строительство собственной вертолетной площадки. Даже людей-реставраторов было забрать очень тяжело. За два года они просто разъехались, потому что тут не было чего делать и не было заработка. Деньги 20 миллионов гривен, благодаря которым так активно теперь реставрируют будущий наградной зал, выделил в ноябре Кабмин. Но, говорят, надо больше. Это стоит, чтобы закончить все работы, нам нужно приблизительно 300 миллионов. Если в нем не работают будильники, он будет продолжать руйноваться. 300 миллионов – это только на первую очередь реставрации. Вторая будет стоить еще 400. И коснется она уже самого дворца, где после войны начали провозить встречи на высшем уровне – левого фригеля. А это еще минимум года два. Это долгострой, и он приводит к увеличению стоимости. Насколько я помню, в 2004 году, когда мы защитились первый раз в экспертизе, это реставрация приспособления стоили 174 миллиона. За время реконструкции дворца многие уже забыли, как он выглядит внутри. Об этом напоминают разве что эти архивные кадры. Февраль 2007-го – один из последних официальных приемов Виктора Ющенко в главном белом зале. Через несколько месяцев церемониальную резиденцию президента закроют на ремонт. Думали, на пару лет, а оказалось. Кстати, нынешняя реставрация здания уже четвертая. Но ни одна, ни в царские времена, ни в советские, еще не тянулась так долго. И не тянула на такие суммы. Хотя эти сотни миллионов сегодня есть куда направить, если, конечно, они найдутся в бюджете и их не распилят. Ирина Романова, Вячеслав Ролов. Подробности – телеканал «Интер». Новый центральный парк в Ирпене – вот редкий пример быстрой реконструкции. Сколько это стоило жителям? Как все это происходило? И как это сейчас выглядит? Татьяна Винникова. Ухоженные аллеи и сосны до неба в праздничных украшениях. И старый млад пришли сюда в день Святого Николая на открытие еще недавно заброшенного, а теперь реконструированного, центрального парка города Ирпень. В рамках Ирпень «Несто вашей мрії» мы спробуем этот статус восстановить, как для города Ирпеня, так и для населенных пунктов вокруг наших. Для местных жителей это место особенное. До реконструкции здесь стоял монумент Владимира Правика, героя пожарного из Ирпеня, одного из первых ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС. Мама героя рассказывает, сын похоронен в Москве. Из-за войны с Россией она больше не может навещать его могилу. Поэтому очень боялась, что монумент в его родном городе уберут. Я боялась, что его внесут, что уберут. Спасибо всем, я очень благодарна за это, что памятник остался. За последние полтора месяца в Ирпене на месте бывших стихийных свалок и тусовки алкоголиков с наркоманами разбили скверы с велодорожками, детскими площадками и бюветами с современной системой очистки воды. Я вам дякую, Сергей Миколай, приходите к нашему стихию всех. Татьяна Авинникова, Никита Исайко, подробности телеканал Интер. Чиновник-вымогатель и уволенные подчиненные засыпают суд исками друг на друга и требуют справедливости. В чем провинился глава Ивана Франковского облкомитета по физкультуре и спорту, узнавали наши корреспонденты. Мария Криворук 41 год проработала главным бухгалтером в Ивана Франковском отделении комитета физкультуры и спорта. Говорит, новый начальник Михаил Стефанкин, который пришел летом прошлого года, устроил настоящий беспредел. Была премия, где-то працовникам ни копейки, а я забрала 13 500 и ему занесло в кабинет. Это начало набивать систематичного характера, требований денег. Я вместе с працовниками написали заяву в прокуратуру. 22 травня до нас пришла прокуратура с переверкой. Эти факты все были подтверждены. Сразу после этого женщину уволили якобы за прогулы. Мария через суд пыталась восстановиться на работе. Ей отказали. Еще один иск подала инспектор госинспекции по вопросам труда. Во время проверки она накопала многое. Нарахование премии действовало ему за его же наказами. Он себе нараховал премии в лютому 6 тысяч и в березне 6 тысяч. Весь подавно. Уличенный в растрате бюджетных средств Стефанкин подал встречный иск к инспектору. Обвинил ее в некомпетентности. Суд иск не поддержал. В другом суде Стефанкину повезло больше. Ивано-Франковский городской суд, куда проверяющий обратилась с требованием взыскать со Стефанкина незаконно полученные деньги, не увидел в его действиях состава преступления и закрыл дело. В госинспекции труда просят прокуратуру обжаловать это решение. Прокуратуре и прошения не надо. Там уже тоже многое знают о деятельности чиновника. Сегодня оголошена предозра за фактом провластнения террастраты шляхом блажевания службовым установщим чужих коштей. Значит, санкция статьи, указанную норму и закону, предоставлено обмежение воли на срок до 5 лет. Еще один иск к Стефанкеву готовит его бывший секретарь. Я дала свидетельство в суде, одному и другому. Вот если я дала свидетельство в судах, в час лекарственного меня было извольнено. Сам Михаил Стефанкев ситуацию никак не комментирует. Всех отсылает к своему представителю. Головный бухгалтер безпосередньо нараховала премию. Она несет одинаковую ответственность с керевником за нарахование заработной платы, а также всех необходимых доплат. Интересных фактов о выходках предприимчивого чиновника вскроется, судя по всему, еще немало. Ведь кроме кучи исков, которые уже на рассмотрении в судах, в прокуратуре лежит коллективное обращение еще шести сотрудников Стефанкева. Удастся ли ему при таком количестве доказательств и жалоб выйти сухим из воды? Мы будем следить за ситуацией. Глава города Аянжа, это в регионе Мозель, который выиграл выборы от национального фронта решением суда на год отстранен от должности. За какие такие прегрешения и чем прославился этот молодой человек, знает София Гордиенко. Молодой да ранний, а миссия Фабьену Эгельману всего 35 лет успел прославиться сразу после своей победы на мэрских выборах. Свежеизбранный гражданачальник пообещал дать всем все. Мы проведем аудит всех счетов и мы будем работать, чтобы сделать центр города более привлекательным. Фабьен сказал, Фабьен сделал все, что не соответствовало его представлению о прекрасном, подлежало моментальному улучшению. Национальный фронт частенько вступает в перепалки с представителями искусства, и в этот раз мэр Аянжа решил покрасить скульптуру в центре города в голубой цвет, автора при этом не спросив. По поводу скульптуры повозмущались, но простили. А вот когда однопартийцы мэра провели свой аудит избирательной кампании, сильно удивились. Марида Сильва, первый зам и соратница Фабьена, пожертвовала 1500 евро на предвыборной листовке. По закону, после выборов государство должно было компенсировать траты, но ее чеки не были внесены в отчет. Говорили, УМП это партия, которая будет прозрачной, справедливой, но я поняла на личном опыте, что они не лучше, а то и хуже других, если национальный фронт позволяет такое. Марида Сильва оказалась женщиной, настойчивой дошла до суда, который признал ее правоту и запретил мэру Аянжа год занимать государственные должности из-за финансовых махинаций. Возраст и неопытность сыграли с градоначальником злую шутку. Он стал сильно путаться в версиях того, что произошло с чеками. То вообще в глаза их не видел, то свалил все на техническую ошибку. Я встречался со своими адвокатами. Десять минут назад буквально разговаривал с Мари Липен. И я буду подавать апелляцию в Государственный совет. На своих ошибках национальный фронт учится. Марин Липен в разгар муниципальных выборов денег у Кремля еще не одалживала. Приходилось побираться по неблагодарным и мелочным соотечественникам, которые теперь требуют отчета. Другое дело суда у Кремля. Отдавать ее надо не сразу, а по частям. И ни перед кем особо не отчитываться. Просто время от времени хвалить курс спонсора. Правда, в последнее время по нигирико в российской политике Липен стало петь все меньше. Дадут ли в условиях кризиса и денег на грядущие президентские выборы, да еще и в дефицитных евро? Большой вопрос. София Градиенко, Василий Трушковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Почему в Мисс Мира отказываются от дефилев в бикини? Как итальянский священник проучил прихожан за невыключенные телефоны? И какое хмельное хобби американского президента получило признание об этом и многом другом в нашем дайджесте? Главный пивовар Соединенных Штатов. Барак Обама стал пожизненным членом Американской ассоциации домашних пивоваров. Мельной напиток президент делает прямо в Белом доме. Специальное помещение там оборудовали еще три года назад. Теперь весь мир может попробовать оригинальное пиво White House Honey L. Никакой обнаженки. Конкурс Мисс Мира отказывается от выхода в купальниках. За 63 года существования шоу именно эта часть была самой популярной. Но в угоду зрителям из мусульманских стран ее пришлось заменить. Правда, ценители женской красоты все же смогут рассмотреть прелести красавиц. Выход в бикини переформатирует в более благопристойное шоу пляжной моды. Вне зоны доступа итальянский священник устал от телефонных звонков прихожан во время службы и установил глушилку. Теперь Дону Микеле Мадонне не нужно напоминать верующим о беззвучном режиме. Его церковь не дойдет ни одна смс. Правда, вскоре выяснилось, что глушилка блокирует работу соседней парковки, выводит из строя аппарат оплаты. Обезьяну, державшие в страхе французский город Марсель, наконец поймали. Животное сеяло панику в нескольких школах, нападало на учеников во время занятий, покусало и поцарапало десятки ребят. Но оказалось, именно школьники и сделали обезьяну агрессивной, подкармливали ее сладким. От шоколада у приматов, так же как и у людей, наступает перевозбуждение. Жизнь после смерти. Итальянка родила здорового ребенка через 9 недель после клинической смерти. 36-летняя беременная женщина умерла от кровоизлияния мозга в октябре. Но врачи не отключали ее от аппарата искусственного жизнеобеспечения. В результате кесарево сечения на свет появился мальчик весом килограмм 800 граммов. Его заберут родные умершие матери. Повалятся на золотых подушках на высоте тысячи метров над землей. Трехкомнатный пентхаус в небе предлагает авиакомпания Арабских Эмиратов. Конечно же, стоимость перелета тоже заоблачная. 300 тысяч гривен в один конец. Правда, лететь в этой мини-квартире можно вдвоем. Билеты на все ближайшие рейсы этого самолета уже забронированы. Новогодние празднования уже начались в столице в этом году. Центр празднования вместе с елкой переместился с Майдана на Софийскую площадь. Сейчас там моя коллега Ольга Рыцарь. Оленька, здравствуй. Расскажи, как начались торжества? Добрый вечер, Алексей. До на Софийской площади уже зажгли главную новогоднюю елку страны. 25-метровое живое дерево зажгли в присутствии мэра Киева Виталия Кличко и первой леди страны Марины Порошенко. Они со сцены в День Святого Николая пожелали, чтобы все бойцы из зоны АТО возвращались живыми и здоровыми домой, а стране наступил мир. Ну а елка во время зажигания осветила весь Киев, буквально весь центр Киев желтыми огоньками. И вы можете посмотреть сейчас эти кадры, как это трогательно происходило. Ну а несмотря на дождливую погоду, здесь собралось очень много людей. С самого утра из разных городов страны здесь выстроились в очередь дети, чтобы попасть в резиденцию Святого Николая, которая открылась на территории заповедника. Ну а на площади установили ярмарочные домики и карусели. Ну а со сцены сейчас выступают музыкальные группы и играет оркестр. И несмотря на то, что на площади не может вместить всех желающих послушать и услышать этот праздничный концерт, люди все же не расстроены, а наоборот очень даже счастливы. Она такая вся суцильная, что получается, в этом году она по 25 метров, то есть она натуральна, велика, красивая, все хорошо. Все же веселее, как много людей. Мы очень-очень долго ждали, чтобы была настоящая алинка на Украине. Только настрой не очень святковый. Ну вот такое настроение сейчас в центре Киева. У меня пока все, Алексей. Спасибо, Оля, за работу. Это была Ольга Рыцарь из центра столицы. Там сегодня зажгли уже рождественскую елку. И настоящий рождественский городок открыли в Черновцах. Домик Деда Мороза, ледовый каток, пони, сказочные герои и вкуснейшее угощение. Волшебный праздник для малышей уже третий год подряд организовывает фонд «Фирташфундейшн». Все развлечения для местной детворы совершенно бесплатные. Прочесть стихотворения или спеть калятки малыши могут в ледяном замке Деда Мороза. Желающие пообщаться с волшебным дедушкой приехали со всей Буковины. Специально к Новому году фонд приобрел ледовый каток и около сотни пар детских коньков. Завершатся празднования 15 января в фестивале «Маланок». В этом году Рязвяне местечко по количеству заявок, желающих в нем працювать, повели рекорды. То есть на 21 дом, было 56 уже оформленных заявок. Что меня этого года зацепило? Дети хотят мира, мира на Украине. Это так актуально, просто мне сердце заболело. День Святого Николая, конечно же день праздничный. Интересно, какие подарки приготовил своим гостям сегодня Евгений Киселев, ведущий «Черного зеркала». Евгений, здравствуйте. Ну что вы подготовили? Будут подарки? Если да, то какие? Ну, вы знаете, я человек серьезный, как-то вот непраздничное, честно вам скажу, у меня настроение, поскольку ситуация в стране и мире остается непростой. Собственно, об этом мы сегодня и будем говорить. Слава Богу, президент США подписал акт о поддержке свободы Украины. Слава Богу, есть многие другие позитивные подвижки в международных отношениях. Есть существенный негатив, который выплеснулся на публику во время вчерашней пресс-конференции президента России Владимира Путина. Вот об всем этом и будем сегодня говорить. Надеюсь, с вашим участием. Я напомню, сегодня мы опять выходим в эфир позже обычного. 22.45. Я тоже напоминаю это зрителям. Извините, вынужден вас прервать. Время наше закончено. Я прощаюсь со зрителями до «Черного зеркала». Продолжение следует...